Все свои на Радио 54. Привет, родные. Точное местное 10.37, друзья. Мы продолжаем просыпаться вместе с простым человеческим утром на Радио 54. И вы знаете, постоянные слушатели, особенно, что это время отдельное такое в эфире простого человеческого утра, да? Это время народных героев, гостей, хороших новостей. Это когда вот двое в эфире вам надоели, да? А тут приходятся другие люди. Но у нас же есть хорошая новость. Мы объявляем на Радио 54 теперь добрую музыкальную пятничную традицию вместе с нашими коллегами, телеканалом ОТС. И прямо сейчас, да, коллеги, уже можно говорить, что прямо сейчас... Камера мотор. Камера мотор у нас или еще пока... Нет, уже мотор, да? В общем, что можно сделать сейчас? Нужно и можно срочно найти ютуб-канал телеканала ОТС, подписаться, поскольку прямо там сейчас идет прямое включение. Прямая трансляция. Прямая трансляция из студии Радио 54. Итак, посмотреть на студию Радио 54 и на наших прекраснейших сегодняшних гостей, которых мы очень рады видеть. А в честь чего, кстати, напомним, ну вы уже все об этом знаете, но напомним лишний раз, 60 лет назад первый советский летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин сказал, поехали, открыв ее освоение человеком космического пространства, так вот к этому событию Дом национальных культур, который мы пригласили в эфир имени Заволокина, объявляет межрегиональный фестиваль юных творцов «Родники культуры-2021». В свете этого замечательного события у нас сегодня в гостях Эрденеев Энхебаин Жаргалович. Доброе вам утро. Тут хочется выдохнуть. Можно микрофончик нам, да? Спасибо. Доброе утро. Заместитель методического отдела Дома национальных культур имени Заволокина, президент национально-культурной бурятской автономии Байкал города Новосибирска. Очень рада вас видеть. И причем Энхебаин не с пустыми руками. В руках у вас, как называется, корректно, да, как называется музыкальный инструмент? Очень древний бурятский, бурятмонгольский инструмент лимбэ. И как он звучит, и пару слов о нем. Обязательно все это расскажем. И, ну, это еще не все, не все гости. В студии «Радио 54» Гоча Шалович, руководитель народного коллектива ансамбля грузинского танца и меди. Ну, подожди, ты фамилию произнеси. А если, я думаю, что коллега меня сейчас поддержит, да, уже, Алексей? А, ты понимаешь, это вообще кошмарный сон любого конференции не грузинской национальности, я считаю. Гоча Шалович, доброе вам утро. Без полутора литров грузинского вина вот я это не произнесу. Так-то да. Доброе утро. Доброе утро, Новосибирск. Очень рад, очень рада вас видеть. Давайте я вам помогу, сам, наверное, скажу свою фамилию. Моя фамилия Ши Омгудилишвили. Красиво как звучит. Нет, не получится, Алексей, не пробовь. Да я даже пытаться не буду. А, кстати, Гоча Шалович не с пустыми руками, тоже вы же с прекраснейшим музыкальным инструментом, который называется доли, да? Да. Тоже как звучит. Ударный инструмент, народный инструмент грузинский, который называется доли. А коллеги с телеканала ОТС, сигнализируйте нам, насколько хорошо сейчас видно в трансляции музыкальные инструменты. Ну, отлично. Все, все видно, отлично. Друзья, найдите сейчас ютуб-канал телеканала ОТС, насладитесь. Ну, и, конечно, запись эфира случится и в наших соцсетях обязательно. Я предлагаю сразу переходить к главному. Я предлагаю начать с мангала. Это звук. С мангала. Вино у нас под столом, да? Да, начнем со звука. Ну что, НХБ, Жаргалович, может быть, мы уже с Лимбе как-то попробуем поближе познакомиться, послушать, как звучит? Ну, вкратце, правильный инструмент, да. Этот инструмент, как ранее я говорил, это, говорят, монгольский очень древний инструмент, как поперечная флейта, как европейская флейта, так сказать. Да, состоит из звукчастей, где дульца и отверстие для звукоизлечения. А дульца это чтобы дуть? Дульца это чтобы дуть, да. Ну, наверное, я сыграю. Убираем все лишние звуки, чтобы насладиться каждой нотой. Сейчас, подождите. Дульца это чтобы дуть, да. Дульца это чтобы дуть, да. Почему-то сильно кумысы захотелось. Вот этот момент, да. А есть какая-то историческая вот подоплека появления, да, Лимбе? Что было, не знакомо? Что-то, ну, значит, надо гуглить. Это вы не подготовились. Надо загуглить, надо посмотреть, потому что. Это правда очень интересно. А вот кто, кто были? Пастухи были, да? А Коча Шалович сейчас сидит такой, так, 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 дули, дули, откуда это произошло, да? Да, да, да. Что там натянуто? Скажите, а как много времени у вас лично ушло на то, чтобы научиться на Лимбе играть? Ну, на Лимбе я учился еще в студенческие годы в музыкальном колледже имени Петра Ильича Чайковского в городе Ламуде. Вот так? Да. Ну, это не основной инструмент. Я, в принципе, закончил колледж по классу вокала. А это дополнительный инструмент, которым должен владеть каждый музыкант, так скажем. Инструмент из ряда инструментов, так скажем. А почему именно им владеть должен обязательно каждый музыкант? Нет, не им, а не им инструментом именно этим, а любым музыкальным инструментом. А я выбрал конкретно Лимбы. Извините, а вот по поводу вокала. Это какое-то конкретное бурятское пение, вот это горловое, например, или это что-то о другом речь идет? В данный момент речь идет о народном бурятском вокале, народное пение, чисто бурятское, как пели наши предки испокон веков. А если не трудно, можно вот хотя бы буквально чуть-чуть? Можно как-то вот хотя бы... Или сейчас не в голосе? Не, нормально. Можно, да. Давайте послушаем, как на самом деле это должно звучать. Субтитры д Joseph Вот прям чувствуется табун лошадей, степи и шляховая шатка с таким хвостом. Это было очень красиво, правда. Сразу погружение в какую-то атмосферу невероятную совершенно. Но у нас же это не единственный музыкальный инструмент. Переносимся совсем в другую часть Евразии. Напомним, Готч Шалович, что же с нами сегодня в гостях, руководитель народного коллектива ансамбля грузинского танца и меди Готч Шалович. Вот расскажите, танец в вашей жизни, перейдем чуть позже к музыкальному инструменту, как появился, с чем это было связано? Вас заставили родители заниматься, вдохновились, у вас семья вся танцует. Как в вашем случае получилось? Мне кажется, в Грузии танцевать никого не надо заставлять, да? Ну так-то логично. Там скорее просить, чтобы перестали. По-моему, процентов 80 грузин, они все умеют танцевать. То есть каждый, конечно, по-своему, непрофессионально, но в виде из стола, когда застолья и станцевать, у него вот это вообще легко. Сам лично я танцую с детства 6 лет. Никто меня не заставлял, даже наоборот, я сам туда пошел. То есть помню, когда меня отец в школу услышал какие-то звуки, то есть музыкальные играли, ну, в Доме культуры мимо проходили, я его туда затащил, так и остался там, в общем. Вот после того я танцую, закончил хореографическую студию. Ух ты, вот так даже. Отлично, да. Потом танцевал в детском большом коллективе в городе Кутаиси, в Грузии. А потом уже после окончания школы меня пригласили в государственном ансамбле Грузии и городе Кутаиси. То есть и до армии я танцевал там. Представляешь, какая история? Да уж. Ну, обычная история, в принципе. Но она какая-то очень вдохновляющая. Не, ну мы не будем вас сейчас просить танцевать. Но сыграть можно сказать, можно. Да, ну, то, что я в руках держу, это называется у нас доли. Это обычный ударный инструмент грузинский. Есть в разных регионах, есть разные, там дайра называется. То есть больше похожий на азиатский, то есть как в руках держу, то есть играют, да. Больше на бубен похоже, да? Да, на бубен похоже больше. А это доли, то есть именно вот в Грузии доли оснащаются спереди и сзади, то есть натуральной кожей. А остальные, то есть есть такой же у армян, у азербайджанцев и северный кавказ тоже. У них это передный, наверное, задный час, это искусственная. Да, мы не сомневались никогда, что Грузия впереди планеты всей. Ну, это-то понятно. Ладно, а скажите, а для качества звучания важна какая-то обработка этой кожи, чем-то особенным? Да, толщина кожи дает, то есть разные звуки. А, вот это. И сильные пальцы еще. Ну, пальцы, да, бивают, иногда они даже лопаются. Когда профессионали играют, их заматывают, то есть вот получается так. Я, конечно, не профессиональный игрок на этом, но я с детства играю. Мой первый руководитель, который был еще в детстве, он хорошо играл. Это известный человек, хореограф в Грузии, вот Георгий Туценидзе. И он меня с детства прямо приучил на нем играть. То есть я играл, играл во время концертов, то есть плюс танцевал, еще выскакивал оттуда. Тогда не было ни фонограмм, ничего, когда я танцевал. Были же времена, да? Да, безфонограммные. И после своего номера, то есть я был солистом, потом подходил к нему, брал барабан и помогал его играть. То есть он играл, и я играл, то есть еще был один парень, который играл. Гоча Шалович, с вас тост музыкальный. Да, пожалуйста. Неплохо было бы, конечно, к нему еще какой-нибудь другой инструмент грузинский, но я попробую, чтобы сыграть только на нем, то есть чтобы вам понравилось. Давайте, хорошо. Давайте, это называется танец хоруми, это воинственный танец. Поэтому вот там идут такие ритмы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ух ты, вот так мы все собираемся на работу с утра. Хорошая ритма, да. В таком темпо-ритме, это правда. Ну скажите честно, пальцы болят. Нет, у меня нет, я на нем не часто играю, я играю только во время репетиции. А попа у детей и внуков. Слушай, ну звучало действительно очень энергично, правда. И звук такой, ну это тебе не барабан, да. Давайте мы об этом поговорим чуть позже, сейчас короткая реклама. Да, мы еще послушаем музыкальные инструменты, обязательно узнаем подробности о событии родники культуры. Друзья, оставайтесь с нами. И наши отзывчивые ватсап. 8-913-381-05-54 Привет, родные! В Новосибирске и районах, в приемниках и смартфонах. Всех своих носи с собой. На радио 54 утреннее шоу. Все свои. С Юлией Огневой и Алексеем Кузнецовым. Дом национальных культур имени Заволокина. Напомним, у нас сегодня в гостях в студии радио 54. Мы ведем прямое включение с мест событий на ютуб-канале телеканала УТС. Друзья, можете подключиться, подписывайтесь обязательно. Теперь вот такие будут у нас музыкальные пятницы. И надеемся, что это станет очень доброй традицией. В гостях в студии радио 54 сегодня Эрденеев НХ Баин Жаргалович, заместитель методического... Заведующего. А вот понимаешь, заместитель. Заведующий. А пока шел сюда, повысили. Тут как и рассказали. Заведующий методического отдела Дом национальных культур. Президент, все правильно? Все правильно. Отлично, это важно. Национально-культурная бурятская автономия Байкал города Новосибирска. И Готч Шалович, руководитель народного коллектива ансамбля грузинского танца и медиа. Конечно, хорошо бы нам бы танец посмотреть, а это значит, надо как можно чаще заходить на сайт Дома национальных культур, чтобы следить за повесткой дня. Конечно, грузинский танец, он такой же сложный, как грузинская фамилия. И тут, если в нашей студии начать, то и не получится, скорее всего. Красивая, правда? Правда. Кстати, Готч Шалович, по поводу грузинского танца, вот по ближайших планах, когда можно будет, где в Доме национальных культур? Да, в Доме национальных культур. Как много вообще людей посещают такие события? Ну, я сейчас не говорю, там понятно, что приходят друзья, семья, все понятно, а вот так свободно. Ценителей нашей культуры грузинской, в Новосибирске очень много. То есть я изначально знал об этом, потому что я все-таки здесь закончил, здесь давно живу, закончили институт, университет сейчас. Вот, и по реакциям, то есть когда я еще танцевал здесь, когда учился, то есть очень много людей, людям нравится. Поэтому у нас билеты обычно, когда продаются, или у нас изначально были там какие-то, когда проводили бесплатные концерты, то есть народу было очень много. Всегда полный зал, и потом уже знакомые звонят и просят найти еще билет какой-то, чтобы... Я просто примерно представляю, какая энергетика на таких концертах, непередаваемая совершенно. Там же выходишь сразу из зала и в пляс, а не можешь остановиться. Ну и потом мы знаем, что довольно большая белорусская диаспора, украинская, а грузинская тоже существует? Грузинская, да, конечно, у нас есть земля, что народу в Грузии, но это региональная общественная организация. Вот, ну, грузин, конечно, уже в городе не так много, потому что у нас с 2000 года визовый режим. Вот, единственная, кстати, страна, которой им сделали визовый режим по советскому пространству. Что нужно человеку в первую очередь из грузинской кухни попробовать, чтобы понять всю ее силу, мощь и неповторимость? Это какое блюдо? Вот которое, вот сразу такое, знаете, характерное очень. Такое, ну, может быть, ваше любимое. Да, это вот наше именно характерное. Кинзмараули. Кинзмараули, это очень хорошее блюдо. Лобио. Лобио, естественно, да, лобио. Острый. Хачапури. Вот. Я вот, слушаю, когда вы скажете, жениться никогда не дам, никому не поздно. Я сейчас не буду говорить, конечно, чтобы не получили как реклама, но вы еще, наверное, не в курсе, что у нас есть, даже у Емеди, и у нашей семьи, то есть у моей семьи есть еще ресторан грузинской кухни, традиционный. А вы что, значит, не будете говорить? Вы даже можете нас пригласить туда, и мы с большой радостью приедем. Ну, на Романово 3.9, ресторан Мегобари. Ну, вот, есть такое местечко, оказывается. Ну, да, есть еще у нас, конечно, грузинская кухня в Новосибирске, которую главное выбрать по душе. Но, важно, в руках НХ Баина Жаргаловича, Лимбе, и мы уже чуть немножечко послушали, да, может быть, мы попробуем еще раз, да, насладиться прекрасным, кто пропустил. И, кстати, в студии Радио 54, наконец-то, появляется еще один гость долгожданный, не упокоив Юрий Анатольевич, руководитель фонда Центра народной ремесленной культуры, который нам, кстати, и успеет, наверное, рассказать про фестиваль Родники культуры, правда же? Ну, конечно, здравствуйте, радиослушатели. Здравствуйте, и не только радиослушатели, но и подписчики YouTube-канала, телеканала ОТС, где у нас ведется прямая трансляция происходящего в студии. Ну, что, немного Лимбе, и продолжим. Да? Да. Субтитры сделал DimaTorzok А очень вот так вот, хорошо бы такую музычку фоном в понедельник с утра, когда город в бешеных пробках, встречает, например, тяжелый душой понедельник, да, новую трудовую неделю. А вот включил Лимбы там где-то хотя бы в записи, да? А у вас все песни такие вот радийного формата, коротенькие. Прям очень хорошо. Я специально для вашего эфира кусочками играю. Так, ну что, давайте узнавать, наконец-то, детали о фестивале Родники культуры. Юрий Анатольевич, расскажите в двух словах, для кого, когда это будет, где и что обещаете? Ну, фестиваль проводится уже несколько лет, с 2016 года. Совместно с Дом национальных культур имени Заволокина мы вот этот большой детский праздник проводим, в рамках которого идет большой конкурс по изобразительному искусству и декоративно-прикладному творчеству. 10 числа, то есть уже завтра на площадке вот этого прекрасного, я бы сказал, дворца культуры Заволокина, потому что он так изменился. Если кто-то не был, уважаемые слушатели и зрители, приходите, пожалуйста, посмотрите. Праздник будет замечательный. Дети сначала за два часа выполнят задание на тему «Мы дети галактики». Ну, наверное, тема, конечно, ожидаемая, потому что посвящена юбилею полета человека в космос. Ну, а детское творчество – это открытый космос, это вот прямо фейерверк всяких разных... То есть можно всей семьей собраться и приехать завтра? Или уже все места заняты, не попасть? Места, конечно же, уже заняты, то есть отряд космонавтов и кандидатов уже набран, и завтра у них предстоит самое главное испытание. То есть сначала два часа они на конкурсе занимаются, в это время работает прекрасная выставка, вот которую точно можно посмотреть. В малом зале Дома национальных культур Заволокина. А что там? Вот самый ваш любимый экспонат на выставке, которым вы гордитесь? Вы знаете, вот которым я горжусь – это инопланетный зоопарк. То есть вот эти вот инопланетные животные, я, конечно, верю в то, что жизнь не только на Марсе, а и на других планетах существует... Можно я его стукну, он станет фиолетовым черном? Да, да, да. А то, что вот филиал нашего новосибирского зоопарка точно появится вот где-то на одной из ближайших планет, дети в этом не сомневаются. Ну, а у сами младенца глаголит истина. Так вот, сразу после конкурса, пока наше компетентное жюри, в которое вошли известные новосибирские художники, и Виктор Шмаков, Михаил Паршиков, Яна Богданова. То есть вот пока эта компетентная жюри будет выбирать, на их взгляд, лучшие работы, дети будут у нас проходить космический квест. То есть их еще на регистрации запишут кандидатами в отряд космонавтов, и они будут проходить различные испытания. Там и разгрузка космического корабля, и разгадать космический код, и ответить... Звучит, как выборы в думу. Ну, так, конкурс это всегда выбор большой, и вот участвовать в таких конкурсах, конечно, это движение вперед. Главное, правильно, все вот эти возможности использовать. Ну, и ждут, конечно же, детей самые различные приятные призы и подарки, начиная вот от таких прекрасных леденцов, где камера... Это Юля, это Юля передается. Да, я покажу, я покажу, да. Для, значит, наших самых активных, самых массовых участников мы приготовили вот такие призы. Ну, и, конечно, каждый, каждый участник квеста получит значок «Полеты в космос готов». Здорово, но, получается, хотя бы на выставку-то можно прийти с семьей и посмотреть... На выставку, конечно, конечно. Выставка будет работать, вот, начиная с 10 утра и до 16 часов, пока не закончится конкурс, значит, можно приходить, смотреть и, может быть, даже что-то, какие-то идеи для себя почерпнуть. Коллега, у нас там доля остыл. Я знаю, мы сейчас к доле перейдем обязательно. Юрий Анатольевич, ну вот осталась только такая точка красивая, пригласить всех завтра, напомнить время и мероприятие «Ноль плюс» получается, да, можно и с маленькими ребятишками прийти, да? Конечно же. Уважаемые наши новосибирцы и гости города, мы приглашаем... Дорогие ребята. Да, да, а главное, дорогие ребята и наши прекрасные родители, наши... Вот в прямом эфире хочу сказать большое спасибо нашим преподавателям, которые занимаются с детьми. Пожалуйста, приходите все. А конкурс совместно с Домом национальных культур Заволокина мы проводим два раза в год. Вот весной он проходит и осенью. Не успели на этот конкурс? Пожалуйста, осенью милости просим, готовьтесь. Тема будет объявлена и на сайте Дворца культуры Заволокина будет размещена. Да. Вот чем хороший руководитель отличается от посредственного? Тем, что появляется вовремя, говорит самое важное, да? По делу. По делу. Да, да, да. Друзья, искренне рекомендуем, правда, найти Дом национальной культуры имени Заволокина и в соцсетях, и в сайт. Внимательно следить за афишей. Постоянно там что-то интересное происходит. Видите, вот, пожалуйста, скоро концерт, да, у Эмеди. Сольный. Почему бы не сходить? Вот, пожалуйста, вот такая космическая история. Ну что, может быть, Доли как предвестник выходных? Что-нибудь такое энергичное, чтобы зарядить этой потрясающей атмосферой. Давайте весну разгонять уже в конце концов. Атмосферой, да, и всех слушайте. В Грузии-то, наверное, все цветет уже давно. Давно все цветет, да, давно все цветет. Это танец Ачарули, называется. Сейчас ритм Ачарули будет. По-русски как это? Ачарули, что это значит? Это Аджария регион, то есть Ачарули. Это на грузинском Ачарули, а по-русски Аджарский. Ачарули, а по-русски. Эх, хорошо. Вот на этой энергичной ноте мы предлагаем, друзья, сейчас прикоснуться к ФМ-приемнику, потому что это же как вот банками от воды заряжались, вот так же. Да, это же не только воздушно-капельным путем передается, но еще и потрогать можно. Это правда. Огромное спасибо нашим сегодняшним гостям. Жаль, вот у нас не так много времени, но я уверена, что мы еще увидимся. И не раз, и насладимся звуками, и душевно поговорим, и успеем на эфир. Да я думаю, что теперь с Домом Заволокинах мы будем дружить долго, плодотворно. Это правда. Мы подписались уже везде, кто вот не успел, и с коллегами на вашей соцсети. Будем внимательно, и смотрим за сайтом, внимательно следим. С нами сегодня были в гостях Юрий Неупокоев, руководитель фонда Центра народной ремесленной культуры, Эрдынеев НХ Баин Жаргалович. Заведующий. Заведующий, это важно, методического отдела Дома национальной культуры имени Заволокина, президент национально-культурной буряской автономии Байкал города Новосибирска, и Гоча Шалвович пригласил нас в ресторан, так приятно, руководитель народного коллектива ансамбля грузинского танца и медиа. Всем огромное спасибо, всем прекрасных выходных, блестящего фестиваля, ну и в свете грядущего понедельничного события, друзья, помимо поехали, так мы уже приехали, да, у нас конец утра, ну и, собственно, космических выходных, другими они быть по определению, из-за праздника понедельник не могут. А, кстати, в понедельник можем повторить? Обязательно. С 8 до 11, да? Есть такое предложение. Леша Кузнецов с вами был сегодня? Гости сейчас напряглись. Нет, без вас. Я имею в виду, что мы тут. Да-да-да. Юлия Огнева. Да, до понедельника, родные, берегите друг друга. Ну вот, кстати, помните, кто бы вам что ни говорил, друзья, в любых жизненных ситуациях, как ни крути, проверено, именно вы лучшие, что есть на этой планете. Это 100%. До понедельника. Пока. Пока-пока. Простые, человеческие, свои. Юлия Огнева и Алексей Кузнецов. Утреннее шоу «Все свои» на Радио 54. Радио 54. Радио 50. Радио 45. Радио 64. Продолжение следует...